Всех приветствую себя на канале. У нас сегодня видео про фрезеровку гипсокартона. Итак, для чего она нужна и каковы ее преимущества. Есть два способа соединения прямых, криволинейных, косых поверхностей. Их можно соединять через профиль. Их можно соединять с помощью фрезеровки гипсокартона. При фрезеровке не используется перфоугол. Работы ускоряются и нет кривизны поверхности из-за использования перфоуголка. Так как перфоуголок забирает 2-3 мм. И нужно подтягивать, тратить на это время, тратить материал и так далее. С фрезеровкой гипсокартона вы сразу получаете ровный угол, крепкий, который никогда не треснет. И достаточно крепкий. В качестве примера, наш пример фрезеровки у нас здесь короб 10 см шириной, 6 см глубиной. И мы продолжаем наш короб и на этом листе гипсокартона. Гипсокартон, напомню, что используется только в логостойке. Это нужно для того, чтобы бумага не порвалась. Бумага в логостойком гипсокартоне намного крепче. Для фрезеровки в данном случае мы используем фрезер. Фрезер должен быть мощный, так как фрезеровка это достаточно сложный процесс для двигателя. Поэтому двигатель должен быть примерно 1,2-1,5 кВт. Что касается фрезы. Фрезу мы используем в производителе Днепроэм. Достаточно недорогая фреза. 8 долларов по цене. 32 мм в ширине. И фреза образует прямой угол. С помощью фрезеровки делается паз от 45 градусов. Взаимный угол 90 градусов. И с помощью уже профрезерованного гипса мы его сгибаем и получаем нашу поверхность. Глубину фрезера нужно выставлять на 10 мм. При толщине гипсокартона 12 мм, то есть 2 мм мы оставляем. Это толщина бумаги. Фиксируем наш фрезер. Желательно, чтобы фрезер был защитными кожухами для ног, так как пыль набивается в эти части. Все это дело разбивается. Достаточно туго ходит и так далее. В нашем фрезере есть регулировка. Мы ее используем на максимум. В первую очередь в фрезеровке очень важно правильно разметиться. Если вы ошибаетесь на 2 мм, у вас короб ваш не сходится. Поэтому приходится делать все еще раз. Желательно применять пылесос, так как без пылесоса просто страшное количество пыли. Вот мы делаем без пылесоса. Пылесоса на объекте нет, поэтому пыли просто невероятное количество. Итак, в первую очередь производим разметку. У нас будет 4 реза с одной стороны и с обратной стороны гипсокартона. После прореза прогрунтовываем стыки. Прогрунтовываем аккуратно, не заливаем грунтовкой, так как бумага раскиснет и гипс порвется. Гипсокартон должен быть полностью высохший перед тем, как его собирать. Собирать стыки можно на пену, на перфикс, на клей ПВА. На любой материал, который соединяет, собственно, две части. Материал должен быть легко сжимаемым, это как пена, ПВА. И достаточно сложно клеить на перфикс, на фюллер, еще какие-то материалы, которые сложно сдавливаются. В этом случае вы можете получить не прямой угол, а угол более развернутый, более тупой угол. Это не 90 градусов, а 95, 100 градусов и так далее. Что приведет к, можно так сказать, к браку. Опять же таки, перед конструктивом, перед тем, как вы зафрезерованный гипсокартон поднимаете, крепите, переносите, транспортируете, он должен полностью у вас просохнуть. Если недостаточно будет просохнуть склеенный гипсокартон, он у вас по просту расклеится. Итак, приступаем к разметке. Разметку делаем стандартной рулеткой-карандашом. Делаем разметку, фрезером прорезаем, показываем, что получается. После пропилки по нашим меткам у нас получается четко угол 90 градусов. Пропиливать лучше в одну сторону и в обратную сторону для устранения катушков с бумаги. Очень важно, чтобы фрезер не ушел в сторону. Всегда желательно приставлять планку, направляющую для фрезера, с левой стороны, так как фрезер при проходе шва его всегда тянет в левую сторону, так как направление движения фрезера одно и то же фрезы. Поэтому с левой стороны ставим планку, отмечаем на ширину нашего фрезера и делаем пропилы. Итак, что касается фрезера, делаем 4 паза, у нас конструкция будет П-образная. Перед тем, как склеивать конструкцию, мы грунтуем обязательно грунтовкой все пазы. И, собственно, поднимаем наш гипсокартон, защелкиваем, поддавливаем, поддавливаем, поддавливаем. И у нас получается вот такая вот буква П. Есть. Все сходится, все нормально. Опять разбираем конструкцию. После того, как мы пылесосом продули наши швы, промели кисточкой, мы швы прогрунтовываем грунтовкой, полусухой кисточкой. И ждем примерно 30 минут для подсыхания и переворачиваем гипсокартон на противоположную сторону. Переворачивать гипсокартон нужно очень аккуратно, так как в местах фрезеровки гипс держится чисто на бумаге. Если вы приложите неаккуратные воздействия на гипсокартон, бумага попросту порвется. Поэтому сильно смачивать тоже нельзя грунтовкой, так как есть вероятность того, что бумага раз киснет и, собственно, вы опять же таки порвете гипс. Итак, после того, как у нас грунтовка высохла, предварительно проверяем, чтобы у нас все было хорошо. Собираем нашу конструкцию и наш конструктив готов. То есть предварительно мы проверяем, все хорошо. И теперь самое время пропенить все стыки пеной, собрать и придавить на минут 40, ну, каким-либо грузом. В данном случае мы придавливаем мешками с подклея, с под шпаклевки, грунтовки и так далее. Чтобы у нас конструкция была зафиксирована, все углы, чтобы были прямые, чтобы она не разъезжалась. Потому что при собирании гипса гипс немного старается распрямиться на соединениях. Так, следующий этап пропенивания. Что-то не идет. Итак, следующий этап пропенивания. Так, все. Баллон у нас заканчивается, поэтому мы сейчас выльем все, что есть. Очень важно быстро проходить, так как пена берется пленочкой и, возможно, она не приклеится, если вы будете слишком затягивать. Поэтому максимально быстро проходим пеной и сразу же собираем наш конструктив, пока пена не взялась пленкой. Идеально вот в таком ключе это все дело проходить. Теперь проходим с обратной стороны. Пену желательно соединить один раз и больше не разъянать, потому что держать не будет. Кладем это все дело после сборки на пол и придавливаем грузом. И оставляем нашу конструкцию на полчасика для схватывания пены. И в результате, после этих всех манипуляций, мы получаем вот такой вот фрезерованный внутренний короб. Надеюсь, видео полезное было. И кто не подписался, подписывайтесь. И до следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!